Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на канале ВМЗАП, и с вами я, Роман. К нам снова обратился владелец с неисправным двигателем, в этот раз это автомобиль Kia Carnival 2013 года выпуска, и двигатель G6 EA. И каждый раз у нас случаи становятся все интереснее и интереснее. В этот раз двигатель к нам привезли в полуразобранном состоянии. Владелец жаловался, что он на него застучал, обратился в другой сервис. Из другого сервиса нам его привезли вот в таком вот, видите, состоянии. Дефект не заставил себя долго ждать. Вот он, этот шатун. Ответную часть мы не смогли найти. Владелец и тоже нам не смог предоставить. Соответственно, остальные поршни в чуть лучшем состоянии хотя бы. Штоны целые. Ну а кольца компрессионные еще более-менее живые. Мы со всем, естественно, залегли. Небольшие задиры наблюдаются на юбках поршней. В таком вот виде все это дело тут лежит у нас катализатор. Опа! От него там практически ничего не осталось. Сейчас попытаемся вам получше показать, видно? Вот. В общем, там половина прогоревшая, другой катализатор более-менее целый. Головки блока все в ужасном состоянии. Очень большой нагар на головках имеется. Блок мы уже отнесли в токарный цех. Головки здесь тоже, по всей видимости, пытались притереть, потому что кто-то здесь их тер в плоскости. Ну вот, но какие-то следы тут нездоровые имеются. Вмятины от прокладки остались. Кто-то, видимо, уже что-то с головками пытался делать. Вторая головка ничуть не лучше, чем первая. Точно такая же. Ну а сейчас давайте пройдем в токарный цех и посмотрим, что у нас там с блоком происходит, как он себя чувствует. Не сказал про пробег, но на самом деле никто точно его не знает. Более подробную информацию мы сообщим чуть-чуть позже, когда пообщаемся уже непосредственно с владельцем, как и что он там нам скажет по этому поводу, потому что он сам по всей видимости точно еще не знает, какой у него пробег. Вот он, наш двигатель G6EA. Блок имеет износ большой. Вот если хорошо видно, то прямо такие неравномерные потертости на хоне есть. И с другой стороны сейчас точно так же посмотрим. Вот отсюда тоже хорошо видно. Хотя хон еще есть местами, но местами он стерт, поэтому гильзы будем менять. вот прям хорошо видно дефекты. Да, небольшие задирочки тоже имеются, но основная эта причина у него поломка шатуна первого цилиндра. Вот здесь тоже прям хорошо видно вот этих неровный износ. Так что покажем вам, как мы будем растачивать этот блок V-образный. Есть специальные приспособления для этого, которое ждет своего часа. И наконец этот час пробил. Вот это состояние у нас катализатора одного. Все, что от него осталось. Сами понимаете, в каком состоянии все остальные части двигателя. Клапанные крышки внутри тоже все в таком налете. Такое ощущение, будто его ни разу не мыли. Масло горело на него, все эти. Кокс здесь и образовывался. В головке блока точно таком же состоянии, как и все остальное. Ну понятно. На одном моторе стояли. Итак, друзья, у нас есть специальная оснастка, которая позволяет нам обрабатывать V-образные блоки цилиндров. Это двухосевой поворотный стол, на который мы сейчас установили наш двигатель G6IA. И покажем вам весь процесс, как мы будем гильзовать этот блок. И о всех нюансах и подробностях мы вам все это дело покажем сегодня. Итак, поехали. С характерным звуком. Здесь по этим гильзам, которые не гильзам, вернее по цилиндрам алюминиевым, которые остались. Посадочные места, да. Видно, что имеется перегрев на блоке. И вот эти вот темные пятна как раз и говорят о том, что здесь горело масло при сильном нагреве. Вот они эти остатки гильз чугунных в фольгу превратились. Соответственно, вот они такого черного цвета, наиболее подгоревшие вот это вот гильза. Вот такой вот ужасный вид все это имеет. Данный блок алюминиевый, а в него запрессованы чугунные гильзы с верхним буртом. Сделано это для того, что, поскольку гильза туда запрессовывается, а не заливается, как на других двигателях G4KD, по-моему, там отлито все это дело в блоке. Здесь же гильза запрессована. Для того, чтобы эта гильза не вырезала вверх при работе или при перегреве, у нее сделан верхний бурт. Здесь вот как образец, у нас новая гильза, которая будет туда установлена, и она имеет этот буртик. И этим буртом она упирается в верхнюю часть блока, соответственно, сверху прижимается головкой. И все это вместе имеет такую жесткую конструкцию, и гильза никуда не надевается. Вот сейчас мы подготовили шесть вот таких вот новых гильз, которые будут сюда установлены. Но предварительно мы, конечно, обработаем стенки еще и блока, потому что из-за перегрева они были неровные. И так тоже сейчас все вам покажем и расскажем. Так, Евгений сейчас произвел замер каждой гильзы. На ней он написал размер для того, чтобы обеспечить необходимую посадку новой гильзы в блок. А натяг этот еще необходим также и для того, чтобы обеспечить более хороший теплоотвод от поршня в стенку гильзы, и от гильзы уже в блок, и дальше в гудяную рубашку. Вернее, в рубашку в системы охлаждения. Одна часть блока подготовлена для гильзовки. Обработаны стенки цилиндров и посадочное место под бурт гильзы. Вот, все прям блестит и сияет. Сейчас блок будет перевернут другой стороной. перенастроен станок. Мы с вами посмотрим, как это делается. Настройка плоскости сейчас осуществляется. Обратите внимание вот на эти трещины или такие пропилы. Это разделение между гильзой и блоком, буртом. Сделана специальная канавка такая, углубление, для того, чтобы гильза ровно запрессовалась в блок. Но и также еще служит, если вдруг при запрессовке на заводе попадет какая-то пыль, либо частичка, чтобы она осталась в этой канавке, в этом углублении. Вот они. Хорошо видны здесь. Сейчас мы их с вами сточим в верхний борт и посмотрим, что под гильзами находится. Выскочил. Ну и давайте оторвем гильзу. Красота. Вся черная, да? Вот она. Горела. Да, и прямо видно цилиндр. Сейчас что-то снимем. Третий. Ну да, два более-менее. Один прям черный, как кукушка. Подгоревшее масло, как на сковородке. Смеяться. Это был бурт, когда утончился сильно. Ага. Да, вот такая шляпа. Пригоревшая. Пришкваренная. Все это будет, да, проточено на частовую, да, для того, чтобы туда запрессовалась гильза новая. Вот такая вот штуковина происходила с этим мотором. Грели его безбожно. Масло там практически не меняли. Как было старье, так оно там и горело. А это вот наши остатки гильз, которые вытащили. Вот эти дальние. Это правый ряд, это левый ряд. Как раз вот видно две сильно подгоревшие гильзы. Вот эта. Вот она прям черная вся. И вот эта. Мы показывали чуть ранее. Вот она такая же вся горелая. Соответственно и блок, плоскость блока деформирована. И стенка цилиндра тоже деформирована. Сейчас все это дело будем устранять. Последствия перегрева. Гильзы в блок установлены. Они сейчас у нас немного выступают. Это нормально. Потому что сейчас мы будем править плоскость блока. Соответственно и срежутся верхние вот эти выступающие части запрессованных гильз. Заменили сейчас оснастку. На станке. Им же сейчас мы и будем править плоскость. Головки отфрезерованы. Это одна из головок уже с отфрезированной плоскостью. Сейчас притираем клапана. Выпускные клапана уже практически притерты. Остался последний клапан. И соответственно затем будем притирать впускные клапана. Вторая головка лежит недалеко отсюда. Сейчас тоже пойдемте посмотрим на ее плоскость. А это вторая голова. Сейчас ее отнесем на стол. Продолжим притирать клапана. Хоть алюминиевые, но собака тяжелая. Так, гильзы запрессованы. Плоскости блока обработаны. С одной и с другой стороны. Сейчас у нас блок стоит на хонинговке. Сейчас начнем хонинговать. Вот он стол поворотный, с помощью которого мы можем делать V-образные блоки. Все настроено и готово к работе. Карнивал стоит на подъемнике и готов для установки в него собранного и отремонтированного двигателя. Вернее даже отремонтированного и собранного двигателя. Или собранного и отремонтированного. В двигателе будут установлены новые поршни и новые шатуны. Вот здесь лежат 4 уже собранных поршни с шатуном. Два отдельные лежат. Сейчас будут тоже собраны. Новые шатуны установлены. Все это будет установлено в блок. Сейчас остановились на интересном моменте. Вот перед нами 3 цилиндра. Правый не обработанный. Хона на его поверхности нет. Средний на нем нанесен черновой хон. Вот он, видите, грубые какие риски. А первый левый вот этот цилиндр гильзы, на ней уже чистовой хон нанесен. Риски менее глубокие по сравнению с черновыми. Так что, вот видите, можно сравнить. Левый у нас чистовой хон, средний черновой и правая необработанная гильза. Так, блок на стенде. На вертолете так называемом. Готов к сборке. Вот здесь у нас лежит новое колено. Под него. И вкладыши новые. Вот они, коленные и шатунные. Вот, посмотрите, какой здесь подрамник чудесный стоит. С пятнами ржавчины и следами сварки. Это не очень хорошо на самом деле. А если быть точнее, то это плохо. На этот случай у нас имеется новый подрамник. Вот такой вот. Черный и красивый. Который будет установлен на этот автомобиль. И сейчас будем собирать. Давайте посмотрим, что мы будем на него ставить. Соответственно, новое колено. Разумеется, новые вкладыши все. Все подобрано в соответствии с буквенным обозначением, которое указано как на коленчатом валу, так и на блоке. И все это... Шатуны будут новые стоять, потому что один шатун у нас был сломан. Поршни установлены будут новые. Масляный насос. Комплект колец ждет своей очереди. И пойдемте-ка посмотрим еще, что будет туда установлено. Там целая куча запасных частей новых. Так, приступаем к нашему любимому занятию. Распаковываем и показываем новые запасные части, которые будут установлены на этот двигатель. Итак, поехали. Помпа. Для начала. Натяжитель и ремень ГРМ. Ремешок. Так. Цепи. И натяжители. Они два одинаковых. Один и вот вторая красота. Вот мадр. Свечи зажигания. Шесть штук. Ну, одну вытащили, чтобы все не доставать. Ролик с натяжителем приводного ремня. Так, термостат. Так, это ролик натяжной ГРМ. Катушки зажигания. Три нормальные, три нормальные, три новые будут стоять. Ну и приводной ремень. Еще один ролик холостой. Штиф. Каленвала. Поддон с маслозаборником. Дальше. Комплект прокладок и сальников. Вот они здесь все лежат. Посмотрите внимательно. Ролик еще один холостой. Это от него коробочка. Ну, в двух словах, все. Осталось нам дождаться, когда Егор соберет двигатель. Двигатель собран и установлен. Наша эпопея по ремонту этого карнивала продолжается. Осталось дело совсем за малым. Подсобрать навеску всю, которая здесь была снята. Установить, в конце концов, новый подрамник. Завести и возрадоваться тому, как он будет прекрасно и тихо шептать, а не работать. Во! Карнивал. Ремонт-то закончен. Давайте-ка с вами сядем на водительское место. Включим зажигание и посмотрим, какой же на нем все-таки пробег. Потому что, как вы помните в начале видео, машину к нам привезли в полуживом состоянии. Аккумулятор на ней не работал. И мы так и не смогли посмотреть, какой же там пробег. Про салон можно сказать только два слова. Он есть. Более подробно описывать данный салон нужно после химчистки. Потому что состояние его... Ну... Промолчим. Поэтому дождемся химчистки. И если к нам этот автомобиль приедет через какое-то время, то мы обязательно расскажем про его салон. Сейчас здесь 227 тысяч 827 километров пробега. И мы пытаемся ее завести. Давайте-ка сейчас откроем капот. Заведем. Я буду крутить, поворачивать ключ зажигания. Здесь был отремонтирован двигатель, загильзован. Заменен также подрамник. И, соответственно, заправлен кондиционер. Ну, давайте заведем. Послушаем, как работает сердце этого автомобиля. Основные лампочки погасли. Он работает на самом деле. И это не может не радовать. Так что ждем вас в гости. Пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на наш канал. Ну, а с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok